Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я, Валерий Седов. Школа раздора. История с передачей школы номер 6 Рязанской епархии получила продолжение. Как стать донором? Анна Герцовская ответит на этот вопрос. Из-под кисти хирурга открылась выставка картин рязанского врача. Пожар в больнице имени Симашко и другие важные темы недели. Подводим итоги. Резонансная тема с передачей школы номер 6 Рязанской епархии получила продолжение. Арбитражный суд опубликовал резолютивную часть решения, где обязал мэрию вернуть здание в течение месяца. Тем временем в соцсетях нарастает гул недовольства. А в самой школе собирают подписи горожан для протестной петиции. Свои возмущения высказали и представители КПРФ. Максим Васильев выслушал и партийцев, и представителей церкви. Здание школы номер 6 бывшее общежитие для семинаристов. Еще дореволюционной постройки, поэтому заявлять претензии на него право церкви. Так говорят сегодня в епархии. Сейчас 35 семинаристов вынуждены уютиться в неприспособленных помещениях. И возвращение в исторически родные пенаты выглядит вполне логичным. Победа в арбитражном суде, впрочем, это лишь утверждение права. Церковь еще может отступить. Я думаю, эта проблема имеет альтернативные варианты решения. Это возможно в случае, если администрация предложит какие-то равнозначные варианты замены, где действительно могла бы разместиться семинария, где мы могли бы предпринять то, для чего, собственно, это здание просим. Ради чего жители начали собирать подписи, тоже понятно. Эта школа единственная с углубленным изучением французского. Здесь знания получает 600 ребят. Понятно, что за них вступились и народные избранники. Позиция КПРФ сегодня довольно категорична. Как уже неоднократно заявлял губернатор, Рязани сегодня не хватает 12 школ. Поэтому идею искусственно превращать эту дюжину в чертову дюжину коммунисты не поддерживают. Я считаю, что здесь надо четко администрации города понимать свои обязанности. Если церковь согласна на то, чтобы не забирать по закону, как они говорят, здание школы, чтобы не копить у нас 13 школу, необходимо администрации города найти приемлемое здание для РПЦ, для 35 семинаристов. А вообще я считаю, что нужно прекратить РПЦ, пытаться отнимать здание через суд или другими способами. И вот это засилие церквей, оно, наверное, не совсем нужно в нашем светском государстве. Тем более, если они покушаются на школу, на то здание, на то заведение, которых у нас нехватка в городе Рязани и Рязанской области. Рязанская мэрия сегодня объявила, что подаст апелляцию до конца месяца. При этом чиновники уже ищут подходящее помещение для семинарии. Это именно тот путь, на котором настаивают сегодня в КПРФ. А значит, коммунисты снова сыграли на опережение. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Всемирный день донора крови отмечают 14 июня. В преддверии этой даты весь медицинский состав областной клинической больницы во главе с главным врачом традиционно приняли участие в сдаче крови. Некоторые из них, кстати, почетные доноры. Почетным донором считается тот человек, который сдавал свою кровь более 40 раз. На самом деле донация очень полезна для самого донора. У человека укрепляется иммунитет. Мужчинам сдавать кровь можно не более пяти раз в год, женщинам не более четырех. Главный врач областной клинической больницы, который по специальности является анестезиологом-реаниматологом, рассказал, для чего зачастую требуется сдаваемая кровь. Кровь это как орган, это по-прежнему остается единственным лечебным средством, которое позволяет спасать пациентов с остро-массивной кровопотери, с геморрагическим шоком. Это достаточно большое количество клинических ситуаций, когда это происходит, и в родовспоможении, и при политравмах, и при обширных хирургических вмешательствах. Поэтому здесь как раз инициатива самих медработников поддержать донорство, она здесь крайне важна и актуальна. За один раз донор может сдать 450 мл своей крови, из которой впоследствии будут выделены бесценные компоненты. Ученые за долгие годы научились изобретать искусственные плазмозамещающие растворы с функцией переноса кислорода, однако лучше настоящей крови пока что ничего не изобрели. В настоящее время доноры очень важны и для гематологических отделений любых больниц. Гематологические пациенты требуют не только переливания троцитов, но у них очень часто требуется и трансфузия тромбоцитов. Очень много гематологических состояний, заболеваний, при которых нарушается образование своих тромбоцитов, а без них человек просто истечет кровью. И это для них опять же является жизнеспасающей процедурой. Стать донором может любой рязанец. Сделать это можно в ОКБ или в областной станции переливания крови. Донор утром должен позавтракать. Завтрак должен быть легким, желательно не содержащим жирной пищи. Но это может быть каша, печенье, сладкий чай. Донор к нам приходит. После кроводачи он также пьет чай по желанию. И перед кроводачей у нас также он пьет чай с печеньем или с чем-то мучным. Перед кроводачей также желательно выспаться, отдохнуть накануне, не употреблять алкоголь. Соответственно, медикам после суточного дежурства не рекомендуют создавать кровь. То есть донор должен быть подготовлен. Перед сдачей крови донор всегда проходит первичное обследование на выявление уровня гемоглобина, определение группы крови, резус-фактора и осматривается врачом. Для сдачи крови с собой необходимо иметь паспорт. Для привитых от коронавируса и переболевших им действуют небольшие отсрочки по донорству. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ранее на этой неделе мы уже рассказывали о секте, которая появилась в Рязани. Название не разглашается в интересах следствия, лицо руководительницы тоже скрыто. Теперь в распоряжении телекомпании появилось видео с так называемых богослужений секты. По данным следствия, обвиняемая создала религиозную группу, арендовала нежилое помещение в областном центре, где в период с сентября по ноябрь 2020 года проводила псевдобогослужения, сопряженные с психологическим насилием над гражданами. В ходе указанных мероприятий обвиняемая, помимо воли адептов, применяла технологии психологического воздействия, поддерживающие аддиктивное поведение и способствующие развитию психических расстройств. Богослужение 49-летняя Рязанка проводила не только очно, но и по телефону. По данным следствиям, оно было сопряжено с психологическим насилием. Следователи уже провели обыски как в помещении секты, так и по месту жительства самой женщины. Они изъяли всю религиозную литературу и электронные носители информации. Походатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 4 лет. Это говорят специалисты второго обвинения по данной статье за всю историю современной России. Первое касалось оккультно-тоталитарной религиозной секты Ашрам Шамбала. В 2013 году ее руководителя Константина Руднева приговорили к 11 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Правда, он собрал сразу несколько статей. Изнасилование, насильственные действия сексуального характера, приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Рязанки же выдвинули обвинения только по части первой статьи 239 Уголовного кодекса Российской Федерации. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Талантливый человек, талантлив во всем. Эту фразу слышал каждый, но насколько она точна по отношению к Владимиру Юдину, судить зрителям. 46 лет хирургического стажа уже заслуживают уважения. А если познакомиться с живописью этого человека, эта самая фраза о таланте становится очень понятной. Выставка известного в Рязани хирурга открылась в четверг в Центральной детской библиотеке. Его живопись – отражение неуемной натуры. Она почти всегда размашистая, эмоциональна. Так о творчестве Владимира Юдина выразился директор Рязанского художественного училища Василий Колдин. Называя себя художником-любителем, известный в Рязани хирург, между тем, пишет картины уже не одно десятилетие. И главное, что критики и зрители отмечают в его работах – это наполненность жизнью, чувствами, эмоциями. Это душа. С маленьких этюдов все началось. Маленькие картонки, а потом все больше и больше. Самая моя первая работа была, причем выдумана из головы. Это зимний пейзаж, снег, и по дороге едет Саня с имщиком. Чутно, и так вот какая-то ассоциация была. Эта картинка у меня осталась, сохранилась. Персональная выставка посвящена теме весны. Здесь можно увидеть картины, написанные маслом и акрилом, кистью и мастихином. Их объединяет одно состояние, которое передается зрителю – состояние восторженного удивления моментом. Хотелось показать, чем мы наслаждаемся, как сиюминутное явление в природе. Она всегда меня заворачивает. Когда спускается сирень, я всегда писал ее. Причем старался писать с натуры, в виде, так скажем, пленарной живописи. И сирень, конечно, мне безумно нравится. К творчеству известный врач-хирург пришел в возрасте 40 лет. По его словам, внутри появилась потребность – некий зов, сопротивляться которому он не мог. С тех пор в его жизни – любимая профессия, увлечение самолетами и живопись. Днем хирургии, где-то в субботу-вскесенье полеты, а между ними – живопись. В детской центральной библиотеке познакомиться с творчеством Владимира Юдина может любой желающий. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Заслуженный артист России Александр Демидов представил выставку художников-любителей. Отец актера и сам был творцом, поэтому в зале библиотеки будут представлены и его работы. Сегодня в стенах библиотеки Горького выставка необычная. Эти картины нарисовал не столько художник, сколько человек с творческой ноткой внутри. Они написаны Сергеем Демидовым, рязанским милиционером. В кисти, в кабаре он все всегда держал с собой. И действительно, сколько я помню, с детства он всегда рисовал. Рисовал в разных стилях. Выставку работ Сергея Демидова организовал его сын Александр, заслуженный артист России. Он рассказал, что отец был скромный, поэтому картины дома не покидали. Сергея Демидова нет в живых уже три года. И работы выставляются в год его 75-летия. Память о моем отце сегодня представлены его хотели, которые мы сюда привезли и развестили. Мы учили ежегодную премию кисти в кабаре, народную премию Сергея Демидова. Народную премию так и назвали кисти в кабаре. 10 июня состоится первое награждение. Часть работ призеров можно увидеть в зале библиотеки. И я очень надеюсь, что вот эта любовь к родине, к малой родине, она проявляется в работах наших художников, она проявляется в работах вашего отца, и мы сегодня это видели. И очень рада, что у нас появляются такие люди, меценаты, благотворители, которые любят ценить свою родину и ценить наших простых бризанских людей. В этом году в конкурсе две номинации «Художники-любители» и «Художники в погонах». Главный приз премии – Гран-при. Александр Демидов надеется, что премия станет регулярной. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Главная новость уходящей недели, к сожалению, трагичная. 9 июня примерно в половине четвертого утра возник пожар в одной из палат второго корпуса больницы имени Симашко. Там находились тяжелые больные с коронавирусом. Двое были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медперсонал и прибывшие пожарные сработали оперативно, но жертв избежать не удалось. Максим Васильев продолжит. Вот эти три обгоревших окна на первом этаже – это самая злополучная палата, в которой сегодня утром произошел пожар. Сейчас там работают эксперты, что известно на данную минуту. Примерно в 3.30 утра произошло возгорание. В палате находилось 10 человек. 7 из них удалось эвакуировать, троих спасти не удалось. Еще раз повторюсь, работают эксперты, и пока что приоритетной версии возгорания у них нет. Первыми на место происшествия прибыли пожарные. Спустя 4 минуты. И практически сразу же в региональных и федеральных СМИ главной причиной было названо возгорание аппарата ИВЛ – искусственной вентиляции легких. В пострадавшей палате содержались больные с ковидом. Это была так называемая красная зона. Поэтому отказ оборудования выглядит вполне логичным. Впрочем, вот на этом видео от Следственного комитета можно разглядеть обгоревшие стены не только в помещении палаты, но и за ее пределами. Поэтому вероятность короткого замыкания электропроводки тоже остается. Сами эксперты версию с неисправным ИВЛ пока не подтверждают. В настоящее время Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления СК России по Рязанской области, по факту гибели трех человек при пожаре, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. В настоящее время следователи и криминалисты Следственного управления продолжают осмотр места происшествия. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления причины очага возгорания. О том, что это были неполадки именно аппарата ИВЛ, еще до официальных выводов следствия заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов после просмотра камер наблюдения. Аппарат загорелся, ну фактически произошел небольшой взрыв, медсестра сразу же стала пытаться потушить этот пожар, подключилась к ней сразу вторая медсестра, это все причем видно на видеозаписях, которые были установлены в больнице, на камерах, которые были установлены в больнице. С огнетушителем сразу пришла, попыталась помочь потушить пожар, сразу же сообщили всем, кому нужно, и сработала, кроме того, противопожарная сигнализация больничная, вот сигнал вовремя поступил на пульт противопожарной охраны. Эвакуации подвергли весь второй корпус, больных перевели в другие корпуса больницы имени Симашко, ОКБ, 4-ю городскую больницу. 27-летнюю медсестру Елену Федорову с ожогами 75% тела срочно отправили в лучшую клинику страны. Принято решение об оказании родственникам погибших помощи материальной, конечно, с ними работала даже психологи еще, помощь материальная в размере 1 миллиона рублей каждому, каждой семье, по каждому погибшему. Поэтому две медсестры, о которых я сказал, которые принимали самое активное участие в тушении пожара, спасении больных, они пострадали. Одна из них в достаточно тяжелом состоянии, первой, второй степени ожоги. Мы приняли решение и договорились сразу с Минздравом Российской Федерации об эвакуации этой медсестры в ОКБ, вернее, в больницу имени Вишневского, в специализированный ожоговый центр, конечно. Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий пока причину не называет, но утверждает, новую партию аппаратов ИВЛ, закупленную в прошлом году, вернули в область после строжайшего контроля. У каждого был сертификат годности. У нас, вы помните, да, в прошлом году, когда были несчастные случаи в других регионах, мы тоже закупали 20 аппаратов той фирмы, вот, и они у нас взымались, прошли, скажем так, аккредитацию, и потом они с сертификатом годности вновь были поставлены в регион. Все это отслеживается Росздравнадзором, и все это выводится на федеральный сайт, потому что, значит, там аппараты не допускаются до использования. Все за этим смотрится очень строго. Но эти аппараты, они достаточно свежие, они находятся, по-моему, еще даже на гарантийном, наградивном периоде. Партию аппаратов ИВЛ, о которой, вероятно, и говорит Андрей Прилуцкий, закупали через компанию «Рязань медтехника». Информация об этом есть на сайте госзакупок. Вот только марка аппаратов там «Айвент-201», в то время как, возможно, неисправным был аппарат «Борей» из Китая. Та ли это партия или другая, выяснит следствие. Специалисты Росздравнадзора уже на месте. Дело на контроль взяла и прокуратура. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С момента образования Росгвардии обеспечен капитальный ремонт порядка полутора тысяч объектов различного назначения. Построено 36 имущественных комплексов. В Рязани продолжается модернизация пункта дислокации ОМОНа. А в августе в регионе будет открыт центр специальных подразделений. Об этом 8 июня заявил главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов на открытии нового здания Управления Росгвардии и Центра лицензионно-разрешительной работы. После осмотра помещений генерал армии наградил особо отличившихся сотрудников. Максим Васильев продолжит. Взгляды высоких гостей не случайно скользят по потолку. На нем охотничьи постарали, самые известные из которых охотники на привале художника Перова, так сказать, для вдохновления клиентов. На территории Рязанского субъекта более 34 тысяч граждан являются владельцами гражданского огнестрельного оружия. Практически, я думаю, процентов 90 из них это охотники. Соответственно, это наши основные клиенты. Клиентская база, так это назовем. Шесть окошек по принципу одного, более 25 видов госуслуг. Есть даже кулеры с водой для посетителей. Центр лицензионно-разрешительной работы Рязанского управления Росгвардии стартует прямо сейчас. Один из кабинетов для оценки оружейных стволов. Своеобразная гастроскопия только для винтовок и пистолетов. По сути, можно его сюда вставить. Он мне так вставил. Вот, видите, там, стружка вон или грязь вон налиток. Электронная запись выдает талон под номером один. Как и полагается, его получает первое лицо ведомства Виктор Золотов. И оставляет на нем артефактный автограф. Внешне непроницаемого генерала увиденное впечатляет. Чуть позже на награждение он называет здание Рязанского управления Росгвардии лучшим в стране. Работу по развитию инфраструктуры в регионе он называет поступательной. Большое внимание на всех являетесь вопросом благоустройства мест, приема населения в целях повышения качества, оказания услуг, стель, оборудование души. К примеру, только за последние два года обновлено более 150 данных и помещений, подразделяя его сенсорно-решительные работы, развалились садами и кустовая работа в формате одного окна. Благодарность уроженцу Сасова Виктору Золотову от Николая Любимова выходит поземлячески теплой, забережные отношения к городу и малой родине в целом. Не буду рассказывать все, чем помогал. Виктор Васильевич, что ведь очень большую помощь показывает нашему региону в национальных проектах, в основании зданий, строительстве новых зданий. Ну, собственно говоря, обо всем за минуту не скажешь, Виктор Васильевич. За это вам огромное благодарность от меня и от всех ваших изеков веков. В новеньком музее управления Росгвардии пока что всего три экспоната. Какая-то старинная дверь, большой ключ и с сегодняшнего дня тот самый талон номер один из Центра лицензионно-разрешительной работы с личным автографом Виктора Золотова. Пожалуй, сегодня главная ведомственная реликвия. Максим Васильевич, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Казалось бы, в сравнительно небольшом городке Рязань каждому из нас известны все достопримечательности и памятники. Однако наш следующий сюжет удивит даже знатоков. Он будет о, пожалуй, самом неизвестном памятнике архитектуры города. Густые заросли кустарника и свалка мусора. Мы с вами находимся неподалеку от станции вокзала «Рязань-1». Все это безобразие скрывает за собой памятник архитектуры федерального значения. История железных дорог в Рязанской губернии начинается с 1864 года, когда была проложена Московско-Рязанская железная дорога. В том же году была основана станция «Рязань-Товарная», ныне «Рязань-1». Здесь же неподалеку расположилось депо, о котором пойдет речь в нашем сюжете. Первоначально депо состояло из отдельно стоящих корпусов, промежутки между которыми постепенно застраивались с учетом различных функциональных назначений в едином стиле, который соблюдался с наружного фасада и при удлинении корпусов. В комплекс веерного депо входит инженерный корпус, лаборатория, в общем, целый ряд объектов, которые уже появляются в конце 80-х годов на рубеже 19-20-го. В 1910 году завершается процесс строительства, а уже в 1955 году, в 1900, появляется последний корпус, который принимал еще паровозы. Так вот, элементы как раз стиля модерн хорошо прослеживаются на инженерном корпусе и на мастерских, которые примыкают вот к двухэтажному этому объему. Такие с наплывом, бетоном отделанные окошечки с наличниками и красно-кирпичные стены штукатурены. Веерное депо имело сложную объемно-планировочную структуру. В плане производственные постройки представляли собой полукольцо с длиной по внутреннему фасаду до 140 метров. Основным сооружением такого депо был поворотный круг. Использование сложного инженерного сооружения было оправдано, поскольку такая организация позволяла значительно уменьшить площадь, занимаемую самим депо и его путевым развитием. Это тот самый разворотный круг, где в форме веера располагались 12 депо, в которые заезжали паровозы. К полукольцу производственных помещений примыкал административно-бытовой корпус в два этажа с одноэтажным слесарным цехом. Сегодня цех прячется среди зарослей американского клёна, а у входа в него можно обнаружить мемориальную доску с именем Ивана Завражного. В 1921 году сюда пришел Иван Дмитрий Завражинов, легендарный летчик, известный всему фронту, трижды отважный Иван Завражный. Вот в этом депо он работал по 1923 год. Потом уходит на курсы летного состава и попадает уже на фронт таким сложившимся мощным летчиком. Кстати, частью его биографии вошла в фильм «В бой идут одни старики». Здания комплексом много раз перестраивались, в настоящий момент и вовсе в плачевном состоянии и практически заброшены. В сохранившихся частях ансамбля можно различить характерные для тех лет архитектурные детали, украшения, придающие зданию особое своеобразие, присущее производственным постройкам конца 19-го, начала 20-го веков. В верное депо в ансамбль входит в напорной башне, которая славилась своим уникальным силуэтом, пожалуй, одной из самых красивых подонапорных башен нашего города. Вот, к сожалению, верх ее разрушается и памятник федерального значения, по сути, погибает. В различных городах в подобных зданиях устраивают местные паровозные музеи, а порой депо продолжают использовать по его прямому назначению. Только место паровозов занимают электровозы и тепловозы. В нашем случае памятник архитектуры федерального значения не только находится в забвении, но и в скором времени может совсем исчезнуть, если оставить его в нынешнем состоянии. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова